В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русл. Здравствуйте! В конце года принято подводить итоги. Итоги финансового года подведут исполняющие обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов и заместитель руководителя Департамента начальника управления экономического развития Ольга Стрепетилова. Здравствуйте! Добрый день! И расскажите, какие были итоги года и как отличался 2021 от 2020 в финансовом плане? Какие были цифры расходов, доходов? Добрый день еще раз! Если так по цифрам подвести итоги, то заканчиваем мы наш год в плане финансов с доходами в 27,7 миллиардов рублей, а по расходам в 27,9 миллиардов рублей. То есть разница порядка 200 миллионов рублей. Это не такая большая сумма, это тот самый дефицит, который у нас заложен сейчас в законе о бюджете. Но планируем мы по прогнозам данным закончить год без дефицита. Если смотреть на цифры с 2020 годом, как вопрос звучит, то по цифрам можно сказать, что 2021 год значительно лучше. Если доходы были в 2020 году порядка 22 миллиардов рублей, а расходы составили 23-4 миллиарда рублей, то видите, какой рост там порядка 30% по доходам и 19% по расходам. Также можно сказать, что когда мы в 2020 году попали в такую не очень приятную ситуацию по доходам, потому что было большое снижение доходов, мы в 2020 году вынуждены были делать три раза секвестр по расходам. В 2021 году наоборот, мы в течение года увеличивали наши расходы, потому что у нас появлялись доходы в бюджете. Поэтому, если сравнивать 2021 год с 2020, то, конечно же, год значительно лучше. Что касается планова 2022 года, то мы при формировании этого бюджета, 16 декабря мы его приняли в окончательном чтении, формировали с осторожностью, конечно же, потому что все равно пандемия не закончилась, и держим, конечно же, руку на пульсе, какой будет 2022 год. В этом финансовом году хватило денег на все расходы? Да, действительно, в 2021 году мы заложили полный весь необходимый объем, который требуется по расходам. Как я уже ранее говорил, что мы увеличивали несколько раз доходную и расходную часть. Например, когда мы формировали бюджет 2021 года, у нас не было еще понимания окончательного, что у нас будет рост доходов. Конечно же, мы это очень делали осторожно, и где-то, наверное, в мае-июне мы уже понимали нашу увеличенную доходную часть, и в июле была сессия у нас, мы увеличили расходы, то есть мы закрыли ту потребность, которая изначально не была заложена. И уже, наверное, в ноябре, на последней сессии изменений в бюджете 2021 года, мы закрыли всю необходимую потребность, всех тех расходных обязательств, которые у нас были приняты, и которые мы обязаны были как субъект профинансировать. Поэтому, можно сказать, что в 2021 году требуемые расходы были обеспечены благодаря росту доходов. К концу года удалось дополнительные выплаты сделать на социальные направления, такие как компенсация за земельные участки, на аварийное жилье. Удалось сократить госдолг на полтора миллиона рублей. Вы ожидали, что получится так? И откуда эти средства взялись? Ну, как я ранее уже говорил, конечно же, не ожидали, потому что непонятно, после 2020 года, когда по всей России пошел провал по доходам всех субъектов, это касалось всех субъектов, было очень много ВКС, проведено Министерством финансов, и поэтому после сложного 2020 года, конечно, ожидания не было. Средства пошли, основной наш источник, это, конечно же, нефтяная отрасль. Что касаемо погашения, как вы озвучили, госдолга значительного, у нас мы с начала года по конец года погасили порядка полутора миллиардов рублей. Из них 400 миллионов мы погасили облигации, это ценные бумаги, то есть был выпуск облигаций, и теперь каждые полгода по 200 миллионов мы, согласно графику, гасим данные облигационные займы, и это было 400 миллионов в 2021 году, и по порядку миллиарда 100 мы погасили бюджетный кредит, мы брали, чтобы выйти из ситуации в 2020 сложном году, мы брали миллиард 100 в Министерстве финансов бюджетный кредит, он нас очень сильно выручил на самом деле, чтобы закрыть 2020 год, и в течение 2021 года за счет дополнительных доходов мы действительно закрыли досрочно данный кредит, и это все произошло в связи с повышением роста цен на нефть, с получением дополнительных доходов субъекта, у нас получилось закрыть данный кредит. Поэтому эти полтора миллиарда, и планируем мы данный год закончить с госдолгом 800 миллионов рублей. Это на самом деле очень хорошо, потому что, опять же, хочется сказать, что когда мы формировали бюджет 2021 года, мы его формировали с предельным дефицитом, порядка 2 с чем-то миллиардов, мы не брали новые кредиты для финансирования этого дефицита, то есть этого разрыва, и это говорит о слаженной работе собрания депутатов, органов исполнения власти, губернатора, что нам это позволило сэкономить на обслуживании госдолга. То есть мы, не взяв кредит, мы не платили за него проценты, а это по расчетам порядка 300 миллионов в год. И вот благодаря этой слаженной работе, точному подходу ко всем действующим расходам, к точному подходу финансирования этих действующих расходов, мы экономим таким образом около 300 миллионов рублей. Поэтому год закрываем с 800 миллионами рублей госдолга. Дальше мы также будем погашать по 400 миллионов, и облигации мы закроем через пару лет. А как в этом году проходила работа с федеральным министерством? Удается их убеждать в том, что Ненинскому округу нужны федеральные деньги? И какой объем денег удалось привлечь в этом году? На самом деле, да, действительно идет очень большая работа с федеральными министерствами. И опять же, это слаженная работа и органов власти, и депутатского корпуса. Потому что, если посмотреть динамику, у нас в 2021 году федеральных средств привлечено порядка 8 миллиардов 100, если не ошибаюсь. В 2020 год это было около 8 миллиардов, а в 2019, там 3,7, ну около 4 миллиардов. То есть по динамике видно, что идет активная работа с федерацией. И если часть денежных средств федерации приходит именно в плане распределения каких-либо межбюджетных трансфертов, то есть по нормативным документам федерации, то также часть денег приходит непосредственно с обосновывающей позицией Ненинского автономного округа, что мы арктическая зона, мы особенный субъект, что мы не попадаем под общие критерии распределения. И выходит также с этой позиции депутатский корпус, и губернатор на всех проводимых мероприятиях федеральных это освещает. И это позволяет тоже нам добиться тех или иных поступлений от федерального бюджета с общей обосновывающей позицией. Также, допустим, вот можно как пример, очень такой показать. Когда у нас в 2020 году провалились сильно доходы, мы неоднократно писали в Москву, что нашему субъекту необходима финансовая помощь, иначе нам тяжело было бы выкарабкаться с 2020 года. Мы писали и в правительство, и в Минфин писали. К данному вопросу также подключились наши депутаты, они сделали обращение в правительство, и вот с двух сторон, по сути, мы добились, что нашему субъекту в конце года выделили 2 миллиарда рублей, ну, там всего около 2 миллиардов рублей, именно на текущие расходы нашего округа. Вот, если бы этой слаженной работы не было, ну, неизвестно, как бы мы закончили 2020 год, и как бы мы жили в 2021 году. Это только один такой пример явный. А на самом деле этих примеров очень-очень много, и это касается не только привлечения финансовых средств с федерации, ну, и обращения каких-либо, либо обоснования той или иной позиции, вот именно совместной работы с двух сторон, с депутатского корпуса, от органов власти, получается решить тот или иной вопрос с федерацией. Про наш бюджет говорят, что он социально ориентированный. Что это обозначает? Это только касается социальных выплат, или что вообще, что под этим? Ну, да, действительно, у нас бюджет социально ориентированный, но, наверное, не до конца корректно говорить, что это касается только социальных выплат, хотя тоже у нас это большая доля бюджета, у нас, если не ошибаюсь, порядка 170 различного вида социальных выплат, и в бюджете это где-то, ну, около 3 миллиардов рублей. Но что касается понятия социально ориентированной, не входят только в социальные выплаты. Это сюда подходит понятие, как финансирование всей сферы, допустим, образования. Финансирование всей сферы здравоохранения, финансирование также этих вот социальных выплат, которые, я говорю, порядка 3 миллиардов. Сюда же также попадает финансирование строительства тех или иных социальных объектов. И поэтому, если это смотреть все в комплексе, то это действительно большая доля расходов бюджета на все вот эти направления. И вот из всего, совокупности всех вот этих направлений, получается, что бюджет у нас социально ориентированный. То есть, действительно, на данной сфере идет основная доля расходов бюджет. А каким будет бюджет следующего года? Какие основные, важные проекты, объекты, что в него заложено и что ждать жителям Ненецкого округа от бюджета 2022 года? Когда мы сейчас вот в этом году формировали бюджет 2022 года, ну, скажу сразу, действительно, формирование бюджета 2022 года было немного легче, чем формирование 2021 года. То есть, действительно так. Вот, мы заложили сейчас в бюджете уже основные направления расходов. То есть, мы заложили все социальные выплаты, мы заложили все субсидии. То есть, то, что должны получать в течение года жители округа, физические лица, юридические лица, которые что должны получать, то есть, у нас это все предусмотрено. Что касаемо, вот, по цифрам у нас, когда мы формировали бюджет 2022 года, у нас доходы составляют 20,6 миллиардов, а расходы 22,6. Ну, порядка этих цифр, как на память. Вот, естественно, если сравнивать с бюджетом 2021 года, там, да, почти в 5 миллиардов разница, то, конечно же, есть к чему стремиться. Бюджет, у нас сейчас сбалансирован, принятый бюджет, но, тем не менее, он составлен с предельным дефицитом и с увеличивающим, нарастающим госдолгом. Поэтому, изначально он лучше, чем 2021 год, когда мы его составляли, когда формировали, но он в данный момент не достигнут по доходам, расходам конца 2021 года. Вот, если, опять же, по цифрам я вам называл, что в 2021 году порядка 8 миллиардов мы получили федеральных денег, то сейчас у нас в бюджете 2022 года заложено где-то 4,6 миллиарда, ну, то есть 4,5 миллиарда. То есть, опять же, это говорит к тому, что есть к чему стремиться, есть где работать с федерацией непосредственно, ну, и также работать по нашей доходной части нашего бюджета, чтобы дальше обеспечивать те или иные расходы, которые нам будут нужны в течение 2022 года. Ну, основные у нас действительно заложены, и начинаем мы год полегче, чем начинали 2021 год. Если касаемо вопроса, какие основные объекты у нас заложены в 2022 году, то так вот на память можно озвучить, как продолжение дороги на Льмар-Усинск, то есть она также будет продолжать строиться, опять же, это работа с федерацией, федерация финансирует данные участки дороги. Также будет продолжено строительство школы-садов в Нельминосе, заложены деньги на реконструкцию двух водоводов в городе Норинмаре. И так на память, если, да, также будет реконструкция улицы заводской в городе, то есть такие вот на память основные объекты у нас заложены. Есть и другие, конечно же, объекты, у нас там на капремонты заложена хорошая сумма, чтобы наши органы власти, учреждения уже могли что-то начинать торговать. И так у нас и строительный, и ремонтный сезон крайне короткий, навигация, то мы изначально в бюджете уже предусмотрели денежные средства, чтобы они могли отторговать и осуществлять данные капремонты. На основные средства заложили определенные, тем не менее, то есть закладывание данных направлений, это также улучшает условия того же обучения детей наших, того же здравоохранения, то есть, ну, в целом, основные моменты в бюджете заложены, но будем дальше работать с доходами и с доходами от федерации. Бюджет остается также социально ориентированным, правильно? Да, конечно, конечно, это наша политика, наверное, чтобы вся эта социальная ориентированность бюджета, она напрямую связана и сказывается на благосостоянии наших жителей. В 2020 году наш регион ощутил, насколько бюджет зависит от стоимости барреля нефти. Сейчас баррель стоит 70 долларов, да? Насколько будет зависеть от этой стоимости бюджет 2022 года? Какая сумма заложена там на стоимость? Ну, смотрите, сразу скажу, что мы, когда составляем бюджет на очередной год, стоимость нефти и стоимость доллара нам предоставляют сценарные условия Министерства экономического развития Российской Федерации. То есть, мы от этого всегда отталкиваемся с их данных. Сейчас, когда мы вставляли бюджет 2022 года, Министерство экономического развития нам предоставило, что в 2022 году нефть будет стоить 62 доллара за баррель, при курсе доллара 72. Вот на этих сценарных условиях у нас сформирован бюджет. Если происходит дальше рост цены либо доллара, либо нефти, естественно, нам это уже идет как дополнительные доходы. Но, тоже хочу обратить внимание, что не только на наши доходы влияет уровень цены на нефть. Потому что, если смотреть наши доходы, я не беру доходы, допустим, налог на имущество, налог НДФЛ, потому что это более стабильные доходы. А рассматривать налог на прибыль, от чего мы всегда ориентируемся на цену нефти, то помимо цены есть еще совокупные факторы, которые влияют на наши доходы. Это объем добычи, допустим, объем отгрузки, реализации, понесенные расходы нефтяными компаниями. Поэтому рассматривать, конечно, надо не только рост цены, но совокупность всех факторов, как я и назвал, это добыча, то есть объемы и понесенные расходы. И вот с этого всего формируются доходы нашего округа. Поэтому, если в следующем году расходы будут такими же, как изначально планировали наши нефтяные компании, но рост цены будут расти, то, конечно, доходы наши тоже будут увеличиваться. А риски недополучить доходы есть? Ну, наверное, риски есть всегда, потому что, наверное, никто со стопроцентной уверенностью никогда не скажет, что вот будет так и точка. Поэтому риски, конечно же, есть, но на плановый период, на краткосрочный, у нас заложено так. Потому что даже, опять же, вернусь к 2020 году, планировали одно, резкое изменение в мировой ситуации, что повлияло на всю финансовую отрасль, не только Российской Федерации, но, наверное, и мировой экономики. Поэтому риск, конечно же, есть. А что касается личных доходов граждан, подрастут ли прожиточный минимум в Ненецком округе в следующем году? И ждать ли индексации жителям округа зарплат? Немножко забегу вперед. Я заболею, что к Ольге Сергеевне вопрос передам. Не простая, она занимается данным вопросом. Что касается роста жителей и граждан, это касается индексации всех работников бюджетной сферы. То есть, проиндексированы будут на 4% работники бюджетной сферы с 1 января 2022 года. Это что касается увеличения доходов наших жителей. По второй части, наверное, Ольга Сергеевна более детально прокомментирует. Ольга Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как изменится прожиточный минимум в следующем году? Каким он будет? Что ждать жителям округа? Да, величина прожиточного минимума в нашем регионе на следующий год, на 2022, установлена в размере 23 108 рублей. Рост данной величины по сравнению с текущим годом составил 4%. То есть, это на прогнозируемый уровень индекса потребительских цен в Ненецком автономном округе. Также эта величина у нас разбивается по отдельным категориям граждан. То есть, есть величина прожиточного минимума для пенсионеров, детей и трудоспособного населения. Так вот, для трудоспособного населения округа величина прожиточного минимума в 2022 году составит 25 188 рублей, а она подрастет по сравнению с текущим годом на 7,5%. Для детей эта величина составит 21 144 рубля и для пенсионеров 20 127 рублей. Рост составит в пределах уровня прогнозируемой инфляции 4%. То есть, рост прожиточного минимума заложен, он ожидается, будет на уровень инфляции. Спасибо. Вот такой еще вопрос. Мы почти два года живем в условиях пандемии. И как это повлияло на бизнес, на процессы в сфере бизнеса? Какая помощь оказывается предпринимателям в нашем регионе? И сколько средств направлено на поддержку предпринимателей? Ну, тут, наверное, Ольга Сергеевна занимается именно кураторством, так скажем, направлением в департаменте финансов развития бизнеса в Нинском турнире округа. Это позвольте, пожалуйста, комментировать. Василина, расскажите нам про бизнес. Относительно поддержки бизнеса в нашем регионе у нас в целом по государственной программе по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в округе заложено порядка 100 миллионов рублей на поддержку и развитие этого направления. В части мер, которые приняты в условиях распространения коронавирусной инфекции и по поручению губернатора Юрия Васильевича, мы разработали дополнительный пул мер поддержки, в том числе с выделением дополнительного объема финансовых ресурсов. Так, на последней сессии мы увеличили финансирование порядка на 14 миллионов рублей. Куда эти деньги были направлены? Во-первых, мы ввели впервые в регионе такую меру поддержки, как единовременная доплата к федеральной выплате в размере МРОД. Все мы знаем, что федеральные меры поддержки, с учетом того, что в ноябре были объявлены выходные дни, и на федеральном уровне было принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере МРОД, на уровне России он составляет 12 792 рубля. Мы все понимаем, что у нас МРОД, величина минимального размера оплаты труда в регионе гораздо выше, с учетом районных и северных надбавок, и составляет порядка 33 тысяч. Было принято решение вот эту разницу между федеральным и региональным МРОД доплатить предпринимателям. Эта доплата составляет порядка 20 467 рублей на каждого сотрудника, который имеется у предпринимателя, и самого предпринимателя. На сегодняшний день мы на эту меру заложили порядка 11 миллионов рублей. Эту поддержку у нас предоставляет Фонд поддержки предпринимательства, предоставление гарантий. Они на сегодня уже выплатили порядка 9 миллионов рублей по 230 заявлениям, а если по количеству предпринимателей и сотрудников, то это более 440 выплат. Другая мера поддержки, которую мы реализовали в условиях распространения коронавирусной инфекции, это мы возобновили субсидию на оплату коммунальных услуг. Данная поддержка в размере 350 тысяч рублей, но не более 80% от понесенных расходов. На эту выплату могут претендовать предприниматели в сфере транспорта, гостиничный бизнес, сфера услуг, общепит и прочее. Всего более 9 аквет. На сегодняшний день тоже поддержка востребована. У нас уже имеется порядка 10 обращений на 2 миллиона рублей. Еще одна мера финансовая, это мы увеличили размер действующей субсидии на оплату аренды для социальных предпринимателей. Действующий лимит 200 тысяч рублей в год, но многие предприниматели уже выбрали, исчерпали свой лимит. Данный вид поддержки очень востребован, и аренда несет очень большую долю в расходах на ведение бизнеса. Поэтому было принято решение увеличить ее до 300 тысяч. Соответственно, у нас на сегодняшний день уже порядка 10 обращений на около 1 миллиона рублей. Помимо финансовых мер поддержки, у нас есть такие инструменты, как предоставление отсрочки по действующим договорам займа, заключенными с фондом поддержки предпринимательства и гарантий. Также предоставляют отсрочку по действующим договорам лизинга Центра развития бизнеса. Кроме того, у нас фондом по предоставлению микрозаймов была запущена акция с 1 ноября по 15 декабря. Они принимали заявление на предоставление займа со следующими условиями. То есть на любые цели, залоговый займ, если срок на 2 года, то 4%, если на 5 лет, то под 6%. Данным продуктом воспользовалось 10 предпринимателей, уже перечислено порядка 14 миллионов рублей. Кроме того, расширили возможность целевого использования по такому продукту, как пополнение оборотных средств. То есть если ранее только закупка материалов возможна была, то сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции можно эти средства тратить на оплату текущих платежей по коммунальным услугам, аренда, заработная плата, внебюджетные и страховые выплаты. Ну и, конечно же, безусловно, оптимизируют расходы нашего бизнеса принятые налоговые преференции, действующие в округе. Это пониженные ставки абсолютно для всех видов деятельности, для всех предпринимателей, зарегистрированных в округе, по упрощенной системе налогообложения. Если объект налогообложения доходы минус расходы, то это 5%, и если объект налогообложения доходы, а доходы, то это 1%. Ну и большой популярностью у нас пользуется режим самозанятых. У нас на сегодняшний день уже порядка 789 самозанятых в регионе. А если сравнивать между регионами, наш регион по выплатам, он на каком месте находится, если так можно сказать? Если сравнить вообще с другими регионами, с арктическими, вот аналогичная выплата по доплатам прод, мы единственный регион, который сделали такую доплату. Поэтому сравнить с другими я не смогу, наверное. А обратная связь есть с предпринимателями? Как они оценивают вот эти меры поддержки? Действительно им помогает выбраться? Потому что когда начались вот эти вот ограничения, прямо скажем, что многие просто закрывали свой бизнес и теряли деньги. Безусловно, вводимые в регионе меры поддержки пользуются популярностью, востребованы и минимизируют те расходы, которые несет нас бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции. Безусловно, это не покрывает 100% всех их издержек. Но здесь мы совместно с бизнесом продумываем иные механизмы поддержки, такие как снижение аренды платы по государственному имуществу, налоговые преференции и иные механизмы. Расскажите, а что обозначает рост доходов? На чем он сказывается? Что это вообще такое? Ну, смотрите, рост доходов, когда, если смотреть динамику, допустим, по годам, то не всегда надо правильно смотреть только конечную цифру, потому что в доходной части очень много составляющих. Там, допустим, как мы уже ранее обсуждали, это федеральные деньги, бывают, большую долю занимают. Также есть наши налоговые доходы, есть неналоговые. Поэтому, конечно же, если оценивать провал, либо рост той или иной, того или иного направления по доходам, то надо же, конечно, рассматривать именно, как сказать, отдельно каждую. Потому что если посмотреть какой-то год, что у нас был сплеск доходов, но когда мы посмотрим внутри, у нас, может быть, налоги, допустим, по прибыли опустились, но были федеральные финансирования были предоставлены. И если говорить в целом, то не видно, наверное, конкретной сущности рода самого дохода субъекта Ненецкого автономного округа. Поэтому, когда у меня там многие знакомые даже спрашивают, вот, посмотри, как, допустим, у нас увеличилось. Потому что у нас идет финансирование Усинской дороги, туда тоже идет большое финансирование с федерацией. И мы можем провалиться, к примеру, по нашим доходам, увеличивать финансирование федерации, и со стороны кажется, что рост доходов в субъекте прирост. В целом, да, но внутри, конечно же, бюджет у нас открытый, и, наверное, жителям интереснее было бы видеть это в разрезе. И также по поводу открытости бюджета, всегда на сайте Департамента финансов, именно в слайдах, доступным языком, а не какими-либо там кодировками, что очень тяжело простому гражданину понять, на сайте Департамента финансов всегда имеется презентация о фактическом бюджете прошедшем, о будущем бюджете, который наглядно показывает те или иные доходы, те или иные расходы, те или иные направления. И вот, конечно, если кто интересуется, я бы рекомендовал обращаться не прежде на презентацию окружного бюджета, а не просто голые цифры. Потому что в голых цифрах, к сожалению, тяжело понять неработающему человеку в данной сфере. Презентация всегда актуальна? Да, презентация всегда актуальна, причем помимо нашего желания, чтобы жителям открыть максимальный бюджет, также еще есть требования федерации по всем субъектам, когда должна размещена быть, что должна отображать данная презентация. Поэтому основные все моменты всегда в актуальном состоянии, в актуальном виде. Можно найти на сайте департамента. Ну, как-то так. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время, пришли к нам на программу. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, мы подводили итоги финансового года с исполняющим обязанности руководителя департамента финансов и экономики Сергеем Михайловым и заместителем руководителя департамента начальником управления экономического развития Ольгой Стрепетиловой. До свидания, до встречи в эфире. До встречи в эфире.